В этом году летние каникулы большинство жителей региона проводят дома. Несмотря на это, никаких мероприятий на свежем воздухе в окружной столице не проводится. С просьбой организовать пребывание детей на спортплощадках к главе региона обратились жители города. Все спортивные площадки надо задействовать. Стадионы, спортивные площадки, школ. И если есть какие-то требования особые по использованию этих спортивных объектов, значит найдите решение. Значит должен быть тренер, значит должен быть медсестра, но это должно быть все организовано. Но закрывать площадки и не дать возможность детям проводить как-то каникулы, ну это страшно. Большое количество обращений, отметил Юрий Бездудный, поступают и по состоянию детских площадок в Наринмаре. В этой связи в Рио губернатор Нейнского округа поручил главе города провести аудит игровых комплексов для детей. И в этом году у нас было 7 площадок под, скажем так, несоответствующие. Мы сами когда смотрели, тоже говорил проблему, что у нас по евразийскому сертификату работает сейчас очень мало компаний. А мы, скажем так, обустраивая площадки по новым стандартам, да, то есть мы тоже опять же задали себе стандарт, понятно, что теперь нужно им соответствовать. И получилась такая ситуация, когда мы демонтируем некоторые площадки, которые, ну вот, не соответствуют и несут угрозу жизни и здоровью ребенка. Но жители этих микрорайонов говорят, оставьте нам их. Средств муниципалитета на то, чтобы единоразово заменить все игровые комплексы, просто-напросто не хватит. Чтобы решить данную проблему не только в городе, но и в поселениях, глава Наринмара предложил создать специальную программу. Идея получила одобрение со стороны руководства округа. А вот другая история по линии департамента здравоохранения подверглась критике. Жители Хангурея остались без медработника. Об этом они написали в Рио губернатора в соцсетях. У нас проблемы очень серьезные. Жители поселка Хангурея остались без врача. Та семья, что работает врачами у нас, уехали в отпуск. Оба, оставив записку в дверях. В деревне старики и дети. Кто должен за это отвечать? По словам руководителя профильного департамента Сергея Свиридова, в Хангуре трижды в неделю может приезжать фельдшер из Каменки. Однако Юрий Бездудный не счел данные меры за решение вопроса и поручил в срочном порядке разобраться с возникшей проблемой. Еще один вопрос, который требует срочного разрешения, связан с авиационным сообщением по направлению Каратайка-Варнык-Амдерма. Пассажирам попросту не хватает билетов, чтобы добраться до конечного пункта. Просьба разобраться, каким образом продаются билеты. Так, чтобы жители всех поселков имели право и возможность добраться до своих населенных пунктов. Очень важный вопрос, чтобы никакой дискриминации не было в этом смысле. Если необходимо ставить дополнительные рейсы, значит будем их ставить. Не оставил без внимания Юрий Бездудный ситуацию, в результате которой Центр природопользования и охраны окружающей среды Ненецкого округа на территории государственного заказника Нижнепечорский нанес урон тундре. Там при непосредственном размещении со стороны подрядчика, там присутствовал представитель Центра природопользования, соответствующие меры дисциплинарного взыскания уже готовятся, восстановили ход действий, направили туда проверку со стороны Департамента природных ресурсов. И подрядчик, и должностное лицо, которое было со стороны Центра природопользования, они будут привлечены в максимально строгом режиме к ответственности, потому что действительно дискредитировали сути назначения данной службы. На сегодняшний день, по словам Альберта Чебдарова, поврежденный слой почвы уже восстановлен и засеян травой. В дальнейшем работы по восстановлению покрова будут продолжены.